Добрый день, ребята! Сегодня у нас новая новогодняя история, и написал её Усачёв. Новогодняя ёлка называется. Случай, произошедший с Петушковым на его даче в деревне Орлова Козяльского района Калужской области. Я как-то на даче встречал Новый год. В двенадцати двигалась стрелка, и вдруг за окошком как что-то рванёт. Не бомбали, думаю, в мой огород лежу. Это ж надо тарелка, а рядом с тарелкой стоит существо. Я сразу смекнул. Марсиянин. Четыре руки и семь глаз у него. Под каждым огромный синяк у него. Но виду как будто не ранен. Позвольте представиться. Гость говорит. Вась-вась, а по-вашему, Вася. Прошу извини за нежданный визит. На трассе меня... На трассе мне встретился метеорит. И нос у тарелки расквасил. Землянин пришельца не бросит в беде. Принёс я баллон и горелку. Кувалду достал. Постучал кое-где. И вскоре исправил тарелку. В ту ночь, доложу вам, был сильный мороз. Метель так и воет, и ноет. Гляжу, марсианин мой, сильно замёрз. Совсем посинел гуманоид. Видите, кругом снег в саду. Ещё и есть шиповник. Кусты все, лавочки всё замело. И такой вот марсианин прилетел. Четыре ручки и сколько глаз у него много. Пардон, говорю. Иноземный посол прошёл ко мне в гости за праздничный стол. И вот новогодняя ночь началась. Картошку вовсю уплетает вайс-вайс. Грибочки домашние засолки. Но я замечаю. Все семь своих глаз Мой гость не отводит от ёлки. О, диво, бормочет пришелец. Откуда взялась у землян? Это зимнее чудо. Наряд был на ёлке. Самый простой. Чуть-чуть мишуры с серпантином. Игрушки, хлопушки. Орех золотой. Да пару конфет с мандарином. Обычная ель, говорю ему тут. У нас эти ели повсюду растут. Вась-вась аж подпрыгнул повсюду. А я себе тоже такую забуду. И крикнул. На Марсе расти будет ель. Схватил он топор и умчался в метель. Смотрите, сидит, кушает марсианин. Грибочки, картошечку. А сам все глазки смотрят на него. Только на ель. Как ему понравилось. Красивая украшенная ель. А на улице зима. Ой, как холодно. Снежинки вон там падают. Я бегал и звал. Я прождал до утра. Вернулся пришелец без елки. Меня обманул ты, землянин, вчера. На елках простых не растут ни шара. Лишь шишки одни, да иголки. Василий, Василий, смеюсь я. Какой же обман? Мол, так объясняю и так-то. А он подошел, перешел на язык марсиан. И прежнего нету контакта. Не веришь, с обидой ему говорю. Пери мою елкику. Как гостю дарю. Пришелец был так благодарен. В улыбке светился, как Юрий Гагарин. Простились тепло. Через четверть часа тарелка взвелась над планетой. И следом, прощайте родные места, нарядная елка моя в небеса взлетела зеленой ракетой. Смотрите, как ракета помчалась за тарелкой следом на Марс. А здесь вот стоит человек этот и машет им след. Лет пять или шесть пролетело. И вот подъехал однажды я к даче. Огромный контейнер стоит у ворот. И лентами весь перевязан, как торт. Признаюсь, я был озадачен. Ошиблись на почте. А вдруг шутники скрывают и вижу подарки. Игрушки, хлопушки, орехов, мешки, коробки конфет, мандаринов, пюки. И странный конвертик без марки. А в нем следующая записка. Уважаемый друг, ваша елка у нас прижилась. Дает хорошее урожае. С приветом, Вась-Вась. Представьте мое удивление, друзья. Был горд я сначала и весел. А после подумал. Да что ж это я так мало на елку повесил. Вот смотрите, какая история приключилась. Подарил марсианину елку. А ему потом много подарков пришло. И тут вот эта тарелка полетела на Марс. На котором уже смотрите, как много елок растет. Такая фантастическая история. Но очень интересная. Всего вам доброго. Подписывайтесь на канал. И пишите комментарии. До следующей встречи. До свидания.